Хожусь? Да. А для того, чтобы людям возвестить волю Божию, смотри сюда внимательно, голову не отворачивай. Да. Сейчас, одна секунда. Короче, это подрезно. Это мой подрезник. Я и подъехал. Вот. Вы не записываете, нет? А у нас все записывается. Мы Бога благодарим. У нас большой в Ютубе канал. Называется Васветь. Я знаю. А вы даже сейчас записываете? У нас всегда все записывается. На улице везде надписи написаны. Идет видеозапись для интернета. У нас в интернете 15300 роликов. И даже сейчас я в Ютуб. Ну, а чего особенного-то? Ничего себе. Добрые слова. Вы не материтесь. Вам самим будет приятно на себя посмотреть. Я хочу сказать. У меня есть друг. Его зовут Влад Ковачев. Он сказал то, что его бабушка покрестила. И потом он хотел по-апостольски покреститься. И вы с ним диалог вели. И я ваш канал смотрел. Я видел. Я знал. Вот. Мы христиане. Православные христиане. И у нас святая Библия. Не, я знаю это. Так, если знаете, значит, наверное, считаете, молитесь. Да. И вы знаете, что будет суд Божий. Да. Поэтому надо думать об этом. Написано «Начало мудрости, страх Господень». Притча Соломона, 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости». Не, а вы не помните его? Кого? Влада Ковачева. А я его не знаю, не слышал о нем. Да не, он, короче, вон обращался. И говорил то, что его неправильно покрестили. Ну, может быть и так. Но я не помню. Ну, у меня просмотров на YouTube-канале 36 миллионов. Где же я упомню? Ну, да, так-то так. Мы свидетельствуем людям. Если вы желаете, зайдите на наш канал «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Это огромный-огромный... Там столько вы найдете. А вы, кстати, где находитесь? Я нахожусь в данный момент в городе Барново, Алтайский край. А, в Алтае. Игнатий Лапкин, если вы по скайпу думаете разоговорить, зарядите. Я один с этой фамилией, именем. Понятно. Наберем, если что. Вот. Так. Бог в помощь вам. Спасибо. Я просто был рад вас увидеть. Так у вас, может, вопросы какие есть? Вопросы? Я не знаю. Я просто... А я вам вопрос задам тогда. А вы бороду бреете? У меня нет бороды, не растет. А сколько ж вам лет? 25. 25. А мне 80. Ой, ничего себе. Ну, вот так. Так, у меня растет. Тут у вас, видимо, национальное такое, да? Да. Ну, ничего тогда. Молодец. Не трогай никогда бороду, какая бы ни была. Угу. Понятно. Это знак человеку, что он творение Божие. Да. Господь сотворил так. Вопрос. Какой бы задать? Затрагивающий вопрос. Что делать, когда уныние нагнетают? Ну, кроме молитвы. То, что у вас нет молитвы или что? Нет. Уныние нагнетают, допустим. Уныние, прям отчаяние. Как-то не ухвачу никак. Что-то начальник против, что ты молишься? Нет. То есть, вот, ничего не охота делать и просто вот... То есть, вы сидите и вам ничего не охота делать, да? Да. Ну, не давать вам есть и все. И через неделю пойдешь работать, живой будешь. Щеки у тебя сделаются такие, не такие пухлые, как хомяк. Зачем тебе это? Не, я и так похудел. А вы кто по нации будете? По нации. Я... Я... Эвенки. Эвенки. Да. Эвенки. Там православие распространялось. Эвенки. Нет, я с Саргута. Эвенкиевская автономная республика, наверное, да? Нет, это Сахарь республика. Якутия. А вы, Эвенки как считаетесь? Уходите, наверное, в Красноярский край? Нет, Якутия же. Якутия. Эвенки что, это только район один? А сколько по национальности вашей счислиться Эвенков-то? Сколько? Ой, я не знаю. Я там... Ну, я узнать могу. Просто так... Родился и ехал оттуда вот сразу. Вот... Надо верить. Верить, что каждая минута дорогая. Вернуть еще нельзя. Жизнь уходит безвозвратно. Я вот вспомню. Ну, вчера вроде я на поле был. Пас с отцом. Ни отца, ни матери нету. Я никогда не думал 70 лет жить. А мне 80. Так у меня жизнь-то... Когда вы к вере пришли? У меня жизнь-то непростая была. Я верующий. Меня сажали, по тюрьмам тащили. Мучили, крутили. Приморозили. А я живой. Они ничего не могли сделать. А то Господь спас. Когда вы к вере пришли? Я к вере сознательно. С верой пришел, что Бог есть. Это в 4 года уже я четко молился. Я помню. А может быть, года в 2. А вот после армии, когда отслужил, я в морфлоте служил. И вот работал на Балтике уже. Учился в мореходном училище. В 23 года. Мне в руки дали Библию. И уже через полчаса я стал такой, какой есть сейчас. Я понял, что абсолютно неправильно живем. А в это время у меня все, и деньги, я спортивный такой, изучая разные языки, с выходом за границу, я видел, пустота, ничего нет. И Христос заполнил все это. Я им живу и дышу. Проповеди вы даете же там, да? Ну, когда перед причастием. Братья дают, да, проповедь по очереди. Да там это священник. Он брат у меня, родной священник. Брат родной мой. Ну, а я так чтец. Да, у меня есть и проповеди. Вот если вы зайдете на наш YouTube, во свете Библии, Игнатий Лапкин, во свете Библии, вы там найдете ответы на многие вопросы. Какие у нас бывают беседы, приходят люди, как деревню православную строим. Вот сейчас, 2 июня, у нас будет День деревни, уже 28 лет. К нам приезжает митрополит. Понятно. А вопрос созрел. Я вот думал, а вот как быть вере и быть денежно обеспеченным, чтобы хватало? Работать надо на двух-трех работах. Прямо работать? Работать. Я был неукротимый, по милости Божьей, я перед вами сижу. Я закончил строительный техникум, направили в органы МВД, строго режимный лагерь. А в армии пришлось тоже, потом меня по специальности направили. А когда вернулся, я уверовал, мне нигде не давали работать. Поэтому я опустился на самый низ. Плотник, печник, я 40 лет печи ложил. И у меня выработка была всегда 280-300 процентов. То есть один за троих работал. Поэтому всегда были деньги. Понятно. А себе самое малое оставалось. Остальное мы подпольно издавали, там давали людям, Евангелие раздавали. Ну, что спрашивают-то? 62-й год. А вы в чате для проповеди, да, здесь находитесь? Ну, свидетельствовать людям о любви Божией, что Иисус умер за наши грехи, потому что это место разврата, рулетка. Это гибельное место, Содом и Гоморра. И мы пришли сюда, православные проповедники, чтобы людям рассказать о Боге. А многие вас останавливают, слушают, узнают здесь? Ну, вот в рулетке я нахожусь, наверное, уже 78 дней. Или 88, уже сбился. Ну, скажу, что человек, наверное, 50, которые слушали, которые говорят, а мы вас знаем на вашем канале давно. Дальше они опять приходят, спрашивают, но они не рядом. Понятно. А были другие, другого вероисповедания? Да, были другие. Много тут, много мусульман. Я им показываю их книгу, отвечаю. У них много хорошего есть, но у них нет спасителя. Спаситель только в христианстве, Христос. Он умер за наши грехи. И написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А можно я телефон возьму, сфотографирую? Давайте, давайте, берите. Одну секунду. Давайте. Вы только запишите. Сейчас наберите набор, сделайте. Во свете Библии. Что? Наберите наш YouTube. Во свете Библии. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Нет, я знаю, я подписан сразу уже. Да. А если вам нужно встретиться в скайпе, в скайпе вопросы вы. Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете сразу. Хорошо. А как часто вы отвечаете на вопросы? И как часто... Как каждый день. Вот я сегодня встал в 2.30 ночи. В 2.30. И уже все. Мы днем никогда не ложимся. А все остальные встают у нас в 4.40. А, то есть уже все проснулись, да? Да, все. О, давно уже. Уже работают. Ушли на работу. А, а как часто вы здесь сидите, то есть... По 16... Каждый день примерно 14-16 часов провожу. Прямо в интернете? Прямо в интернете. У меня много... Ну, представьте, только просмотр 36 миллионов. Ничего себе. И поэтому у людей очень важный вопрос. Иногда подбрасывает какой-то там... Кто-то сказал, помогите разобраться, что там говорит правильно, неправильно. А под чем благословение вы этим занимаетесь? По благословению Господа нашего Иисуса Христа. Кроме того, по благословению нашего митрополита. Бла брата Спратоиерея. Кто? Брат у меня Протеиерей. Отец Айаким. А-а-а. А что благословляться-то? На что? На проповедь? Проповедь Господь благословил. Вот вы если зайдете... Я скажу, сейчас закончу. Кроме Ютуба у нас еще сайт есть. Если зайдете через Гугл во Свете Библии, сайт Игнатия Лапкина во Свете Библии, вы там увидите, что там 38 томов моих книг. Ой, ничего себе. Каждая книга 752 страницы. Там наша миссионерская поездка какая была. Мы прошли 120 тысяч километров. От Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона. Португалия. В Скандинавию и Прибалтику прошли. И везде 650 городов и районных центров. Я подарил полный комплект книг на 35 миллионов. Подарок сделали. Ой, ничего себе. А в сторону Сибири не ходили за Урал? Ну, конечно. Если мы из Лиссабона дошли, Португалия, от Тихого до Атлантического океана. Мы все страны Европы прошли. Проехали. И везде дарили в библиотеках, выступали и дарили книги. Рассказывали о Христе, о любви Божией. Вот вы, если на наш канал-то зайдете, вы нашу эту встречу увидите. Вам самому будет приятно. Вы не ругались, хорошие вопросы задавали. Я составлю список, чтобы нормально посидеть, поговорить. Да, по скайпу. Только запишите, не ошибитесь. Игнатий Лапкин. Да, а вы там время укажите, да? Все время. Я укажу. Заходите с четырех... Только надо быстро сейчас заходить, потому что день 8 июня, я уже уезжаю, до 10 октября не будет меня. Вот за это время успейте. До 5 июня, чтобы вошли. А, ну хорошо. С четырех ночи до четырех дней по Москве. С четырех до четырех. Угу, хорошо. Ну, ладно, мне нужны... А вас как звать-то? Нет, Толик зовут. Анатолий, да? Да. Да благословит тебя Господь, Анатолий. А ты знаешь, что такое Анатолий означает? Да, восточный. Восточный. Восточный, это значит божественный. Богу слава. Вот тебе и венки. И венка... А Бог и Бог, да? Я рос в православной семье, и не с ивенской семьей, а в православной семье. Вот, и это... Я закончил Тюменское духовное православное училище у Бобова Тихона. Вот, он сейчас епископ Ишимский вроде. Да, вот, если вы слышали такого. Ишимский? Вы у кого учились-то? Бобов Тихон. Бобов Тихон, еще бы, не знаю. Он епископ, он книгу там написал про эту, там какой-то... Даже могу не знать, такая толстая... Книга такая, большого формата, черная, а картинки коричневые. Да, 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 да. Там про святителя Гермогена Тобольского, может быть. Гермоген, а епископ тогда был, ефтихий тогда был, ефтихий, епископ. Да, да. А епископ Ефтихий, наш епископ, 13 лет был. Угу. Вот, я Бобова-то так не знаю, а брат мой его хорошо знает, они там вместе служили, видно. А, вот, и вот, Бобов Тихон тоже, вот он, и его хотели посадить в тюрьму, его тоже гоняли. Когда он храм восстанавливал, это троицкий монастырь, он полностью восстановил монастырь, вот. Очень хороший человек, там, вот. Много, вот, постоянно спрашивал, то, что сны, смотрите, ну, вот, снятся вам какие-то сны? Мы говорим, да, вот то, то сны. Он выслушает, да, а потом говорит, это все от бесов, не верьте сам. Ну, как бы, будете молиться хорошо, не будете снов сидеть, и будет все у вас хорошо. Вот, типа, он так говорил. Я даже вспомнил книгу эту, брат привозил, она у него стоила одну тысячу рублей. И это дорого? Ну, дорого книга-то, хорошая. Ну, я ее не читал, если честно. А там про одного человека, какой был митрополитом у них, там он любил театры смотреть, да. Ну, какой-то такой, не Милетий какой-то, такое имя. Понятно. Вот, у них там, у них там, который был, как его мощи прятали, как переносились с места на место. Ну, книга не евангельского духа, а именно православного. Житейская. Ну, житейская. Вот, если зайдете на наш сайт, сайт, во свете Библии Игнатьева, сайт, там 50 книг, моим голосом начитанные. 12 томов Златоуса, 12 томов Жития Святых, Добротолюбия 5 томов. Это огромный-огромный сайт. Там государственные фильмы у нас снятые. Там я отвечаю на 4124 вопроса. 55 папок стоят. А там христиане, да? Одиннарод.ру, это он? Что, христиане, один народ? Так, подождите. Ну, конечно. Ух ты. Во-во-во-во-во. А справа там 55 папок, посмотри. В каждой папке. Ткни папку, откроются вопросы. Ну, избери счетом. Православие, мусульманство. Ткни. Это вопросы, которые мне задавали в университетах. Я в пяти университетах вел занятия и три радиопрограммы. Да, вопросы. Вопрос есть? Теперь ткни вопрос, откроется ответ. Очень сильно грамотно составлено все. У меня тут... О! Вот какое у вас сокровище в руках будет сейчас. Только не потеряйте. Хорошо, я сохранил. Там архипелагула к мной начитан интервью убрал у репрессированных. Меня за что сажали-то? Меня сажали... И было за что сажать. Я стихотвор... Против государства шли. Стихотворение... У меня четыре тома по 800 страниц. 3467 стихотворения. По 36 строчек каждое. А вот не затрагив вот этих вопросов, ну вот беседы с... Ну вот, с собеседником беседы. Вот какие у вас вообще вот есть... Ну вот, ваш обычный день без интернета, без вопросов и без людей. Что вот именно ваш просто обычный день и как вы его проводите? Ну как, допустим так. Я должен семикратно в день на молитве быть. Псалом 118, 164 стих. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя. Это три святой и сто поклонов. Не меньше семи раз в день я на молитву. Семи раз. Не считая утренней и вечерней молитвы. А утренней и вечерней молитвы полностью, да? Ну как, как? Считаем? Или по... Как свидетель... Вы, если сейчас зайдете в скайп, я вам скину, как мы сейчас молимся по скайпу. Люди с разных стран там находятся. И мы утром начинаем ровно в пять по нашему времени. По Москве в час ночи. Молимся. Каждое утро. Полностью считаем утреннее правило, псалтырь. И считаем дальше из моей книги к истинному православию. Сегодня о католицизме считали. Кто мы такие? Как к ним относиться? У меня книги. Это к истинному православию книга. Вы сейчас открыли сайт. И в сайте, там прямо на первой странице, посмотрите. Там к истину православия в рамочке. Нашли? Сейчас, секунду. К истину православию. О, если вы уткните в него. Оглавление будет. И по оглавлению вы найдете все. Я 40 лет собирал материал для этой книги. 40 лет. По ней диссертации защищают. Да. Это в ваших руках сейчас сокровище. Там окрещение. А вот, допустим, если... Я не сдал диплом по туризму. Вот. И потому что я не знал, где искать. И мало сайтов было. Просто библиотеки, которые, допустим, точно так же просто заходил в электронную библиотеку, где человек ходил просто по полкам. Искал, сканировал, потом мне присылал. Но это долго и тяжело. А диплом звучал так, религиозный туризм и религиозно-экскурсионный туризм в России. И у меня не получилось. Я первые две главы только написал. И то воды очень много было. Надо было написать именно как экскурсия и как туризм. То есть как паломничество и как экскурсия. И у меня не получилось это сделать. И из-за этого я не сдал диплом. И вот как-то так. Хотелось бы написать. И что вы бы посоветовали? Какие книги? И какую литературу? Электронные списки? Не знаю. Вот вы сказали, если бы не было сейчас вот этого всего, как бы я вел себя? В годы советской власти, когда еще никто об интернете не знал, а магнитофоны были, я насчитал 50 книг. Это Библия первая в интернетной версии. Это моим голосом насчитанная. Вы зайдете где-нибудь там в Гугл или где. Игнатий Лапкин. Аудио Библии. Вы сразу найдете. Вы наушники с собой идите и будете слушать. Я вам читать буду. Полностью 12 томов Златоуста. Вы понимаете, что это такое? Да, это очень тяжело. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. 4 книги Григория Дещенко. Вы все сейчас будете иметь. И все это вау-ди-во. И кроме этого переложено на отдельные файлы. И на Ютубе канале они есть у меня. А вот именно про паломничество, про туризм там есть? Про что? Про паломничество. Есть. Я отношусь к этому крайне отрицательно. Почему? Почему? А не надо этого. Господь это не устанавливал. Ты иди проповедуй Евангелие. Он сказал. А не паломничество. Куча собрались. Засарает лесополосы. Ничего там нету. Каждая минута дорогая. Господь говорит. Идите и проповедуйте Евангелие. А не ходите друг за другом. Вот читаем мы. Я сейчас закончу мысль. Деяние апостола. 8 глава. 4 стих. Написано. Рассеявшиеся. Рассеявшиеся, но не в кучу собранные. Ходили и благовествовали. 2 миллиарда мусульман на совести монашества. И если бы проповедовали, это все православные были бы. Просидели. Прохвакали. Это сегодня об этом Андрей Кураев говорит. И все. Все понимают. Вера от слышания. Вера-то не от крестных ходов. А слышание не от того, что вы дорогой разговариваете. А от слова Божия. Римлянам 10 глава 17 стих. И как проповедовать, если не будут посланы. От слышания от слова Божия. А что Божьим называется Святая Библия? Священное Писание. Это три названия у ней. Надо думать, что если по ней Бог будет судить. А 12 глава 48 стих Евангелия, она говорит. Христос сказал. Я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Я когда это просчитал, я понял. А я в это время занимался на семи языках. Я все бросил. Мне не надо. Мне надо для Бога жить по заповедям. Я должен знать их наизусть. Чтобы не ошибиться. И тут же, в этот же день, на корабле стал говорить о Христе. А вот именно страх Божий. Допустим. То есть ложишься спать и чувствуешь вот этот страх. То, что сделал что-то плохое. Сделал что-то нехорошее. Или что-то забыл исправить. Старался. И вот прям ложишься спать и прям нутром прям вот. Вы видите, что вы думаете только. Вы как Обломов. Это есть такой писатель один написал. Фан Везин. Он все думал как добро. И все лежал, спал и умер рано. Вы будьте в движении. Вот вам сколько надо... Вот, допустим, вы головой коснулись подушки. Через сколько засыпаете время? Сколько вам надо, чтобы полностью отключиться? Сколько? Час, наверное. Час? Да, полчаса. Вот часа. А у меня за мной наблюдали. Я ложусь, когда спать, 47 секунд. Это я полностью вырублен. Почему? Потому что в таком напряге. Если я работаю физически, я вам говорю, на трех работах одновременно. Отработал, пооживал, иду в ночную работать. Мне нужны деньги. Для чего? Для издания Евангелий. И у меня рядом железнодорожники, они ведут. Я через дорогу перебегаю с собакой. Мужик, ты хоть когда-то шагом ходишь или нет? Я говорю, мне некогда. Мы проехали с миссионерской миссией. Представьте, от Владивостока до Лиссабона. Прибалтику из Скандинавии захватили. Так вот, билет, который, не билет, а загорющее платит. А он второй раз должен остаток взять. А мы в это время уже трогаемся. Он на ходу уже заскакивает в машину. Мы сценили не минуты, а секунды. Понятно. И прошли 120 тысяч километров. Три раза по экватору. Три раза по экватору? Да. А по экватору обойти вокруг. Это 40 километров. Я о размере говорю. Ага. А как священник, это вот завод, который путешествует? Кто, Федор Конюхов? Да, и как вы... Да пустота. Он же священникам только положили. А кому он проповел? Это медузам? Рыбам? Зачем это все нужно? То на шаре летит. Это бездельник. Он за это ответит перед Богом. Какой он дал пример? Одной минуты не было свободной. Павел пишет ежедневно стечение народа. Это как вот по интернету сейчас. Ну, священники... Ой, святые же тоже в леса уходили. Святые. В леса, в глухие места. Их и называли. А они крестным ходом не ходили, Павел? Четыре всемирных путешествия. Это Игнатий Лапкин. Это... Иди сюда. Это Игнатий Лапкин. Это писатель... Ну, как вас представить? Православный проповедник и миссионер. Православный проповедник и миссионер. Вот. Игнатий Лапкин. И прям вот, смотри. У него свой сайт есть. Вот. И в Ютубе он... Вот. Еще в форуме есть. В форуме есть. Вот, смотри, иди сюда. Вот. По свете Библии. Вот. И я просто как-то зашел такой, типа, посмотреть. И базы... Ну, зови, зови его сюда, познакомимся. Да. Ну, просто у нас утро. Я как бы ночью не спал. И вот... Ночью надо спать. Спать надо. Вы ложитесь раньше. Вот, заметьте, у нас дорогой было. Отбой был в 10, всегда в 10. А подъем 2 часа. И мы опять в пути. Иди сюда. У нас получалась... Высочная поездка была. Каждый день проходили 1030 километров. Хорошо. Ну, меня уже спать гонят. Все, давайте. Я вам потом... По скайпу, по скайпу. Найду скайп у вас. Да, только напишите, что я Эйвенг с вами... До 10 июня. Так и напиши. Я Эйвенг Анатолий с вами разговаривал. Ага, хорошо. Чтобы я вас принял. Ага, до 10 июня. До 10... 8 июня меня уже не будет. Утром рано уже. Хорошо, хорошо. А 10 июня у меня день рождения. 80 лет будет. Ой, ничего себе. Так ты вот давай себя. Лишний вес. Сейчас коротко спроси. Какой рост у тебя? 163. Метр? Метр 163. Ну, 163. 163. А вес какой? 72. 63, 72. 14 килограмм сбросить надо. Ну, да. Ну, я и так сбросил 10 килограмм. Еще сбросил. Стараюсь еще. А вы знаете, почему человек... Я работаю, стою, 7 часов стою. Смотрите. И только в 12 часов ночи... Анатолий, четыре причины, почему лишний вес. Первое. Самое прозаическое. Обжорство. Лишние калории. Второе. Лень. Лишнее не переработает. Не потеет. А написано, в поте лица есть хлеб. Третье. Много спанье. Днем ложится. Четвертое. Это лет пять, наверное. Четвертое. Это безразличие. Не чужая судьба тебя не взволнует. Так, все мягко. Ну, то есть, труха. Нельзя. Я лет пять просто в таком образе живу. В такой образе жизни. В Библии написано так, у апостола Иуды, без страха уточняют себя. А Давид говорит, выкатились от жира, глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, говорят свысока. 72-й псалом. Так что... Когда человек наестся, он злостый такой. Ну, мясо особенно. Мясо в рот не бери. Вот я мяса у нас нету совершенно никакого. Ни птичьего, никакого. А рыба есть. Ну, а вы постриг приняли? Мы все посты все соблюдаем строжайше. Нет, постриг. Монашестый. Я никого у меня нет. Я в миру живу. В миру, а в постриг вас... Это мы, которые близко мне друзьям, мы мясо не едим. Зачем? У меня зелень, я сейчас пошел, ревень собрал, листья там, одуванчик, все перерубил, картошки наварили. Там, ну, овсянки сделал, растительное масло. У нас пост круглый год. Но, когда поста нету, там, ребята берут молоко, покупают. А я... Рыбу. Рыбу, когда можно, по уставу. Понятно. Вот я начальник детского лагеря был, основал лагерь. 45 лет. И мы ни разу пост не нарушили. А тысячи детей подняли без помощи государства. А яйца куриные там? Можно. Когда можно, когда устав разрешает. А как часто вы болеете? Болею? Да. Никогда не болею. У меня... Я ни одной таблетки еще не съел за 80 лет. А вот болею, когда меня уже там скрутило на морозе, и меня к кранам, говорится, спустили. На операцию, там, позвоночник. Большие тяжести носили. Рельсы, шпалы. Люди лукавят. А все на меня на одного ложится. И у меня позвонки раздавили между ними хрящи. У меня две грыжи осталось. Одну операцию сделали. А, понятно. Так что вы сами собой покажите. Я перед Богом стою. Павел говорит, многие бегут на ресталище, на стадионе. Но один получает награду. Один. Так что бегите, чтобы получить. Бьюсь не так, чтобы только воздух бить. А по-серьезному? Хорошо. Спасибо, Господи. Я вам позвоню. Хорошо. Я рад, что я попал к вам. Так. Прям сегодня заходите, подготовьте вопросы. Потому что дальше неизвестно, что будет. Хорошо. Я тут бегаю. Хорошо. Запомните все. Приготовьте. И побеседуем с Богом. До свидания. Завтра ролик наш будет стоять. Хорошо. На YouTube-канале. Хорошо. Прям вот именно моя беседа будет? Или там несколько людей будет? Нет, не будет. Только ваша. Ваша. Ну, вы хотели как бы назвать ролик. Давайте, я исполню ваше желание. Не знаю. Беседа с вами. Беседа с интересным человеком. А давайте я скажу так. Эвенг Анатолий любит Господа. Нет, просто Анатолий и все. А хороший был бы заголовок. Представь себе. Мы о любви Божьем возвестим. Как считаете, нужно? Ну, ладно. Во славу Божию, Анатолий. Спасибо Господу. Мы всегда говорим, спаси Христос, чтобы имя Христа звучало. Спаси Христос. Аллилуйя. С Богом, дорогой. Храните Господа.